Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков SwissQuot». Эта передача посвящена обзору прогноза специалистов SwissQuot банка, швейцарского банка, который очень активно котирует на финансовых рынках, которые они делают на разных языках. Утром рано, утром в 7.30 по Москве. И в 12.00 мы с вами смотрим, какие из этих прогнозов уже отработаны, а какие можно еще использовать и попытаться на этом заработать. Естественно, я предполагаю, что утром вы открываете эти прогнозы самостоятельно, изучаете и используете в работе. Ну а сейчас давайте посмотрим, как обычно, сам прогноз и затем, как выглядит этот прогноз на MetaTrader 5, SwissQuot банка, и принимаем решение, как действовать дальше. Найти прогноз очень легко. Под главным экраном есть баннер. Баннер называется «СвистQuot банк «Обзор рынков». Нажимаем на него, попадаем на страничку прогноза. Здесь сегодня он называется СНТ-500. В настоящий момент на рынке краткосрочная консолидация. И нажимаем на ссылочку «Русский», естественно, чтобы открыть прогноз на русском языке и смотреть в наиболее удобном для нас варианте. Итак, евро-доллар, друзья, преобладает риск понижения, считают наши коллеги. 1,1150 видят они ближайшей целью. Давайте откроем евро-доллар и посмотрим, что в моменте. В моменте 1,1150 прогноз отработан на наших глазах. Поздравляем специалистов SwissQuot банка с очень точным прогнозом. Ну и, естественно, дальнейшее решение, стоять вниз или отскакивать, это принимаете решение уже каждый самостоятельно. Давайте откроем часовой график. На мой взгляд, после пробоя вот этой сильной зоны, через которую нас не пускали часов 15-20, 1,1165, мне кажется, после пробоя или теста движение вниз дальнейшее вполне себе возможно. Но еще раз говорю, прогноз SwissQuot банка уже отработан, поэтому все решения вы принимаете сами. Фунт-доллар под давлением 1,3085 видят целью коллеги. Смотрим вместе. 1,3089. Давайте посмотрим, где у нас был лой сегодня. Лой был 1,3080. Этот прогноз тоже отработан, коллеги. Этот прогноз отработан. Дальнейшее решение, куда двигаться, вы принимаете сами. На мой взгляд, посмотрите, движение вниз, ретест 50%, закрепиться выше не смогли. Ну и понятно, в связи с событиями в Ираке, убийство иранского генерала Сулеймани двинуло доллар в сторону укрепления, ну а фунт, соответственно, в сторону ослабления. Мне кажется, ближайшую целью можно рассматривать 1,2935, но это уже мой прогноз, а прогноз фунт-доллар от SwissQuot банка блестяще отработан сегодня у нас на глазах. Доллар японская иена, 107,60. Вот эта уникальная ситуация, когда доллар укрепляется сегодня по всем валютам, а по иене ослабевает, очень точно отразили наши коллеги. Вот я бы этого движения не ожидал, например, 107,60. Давайте смотреть, было ли оно достигнуто. 107,93. И посмотрите, какая свеча мощная в этом моменте. Ударяли мы вниз 107,90. Не удивлюсь и более глубокому движению на 107,60, друзья. Доллар растет по всем инструментам, по японской иене падает. Почему это происходит, никто не знает. Но вот очень точно этот прогноз определили наши коллеги из SwissQuot банка. Постоять по нему вполне считаю целесообразно. Доллар, швейцарский франк. Тоже видят у них коллеги. 0,9655. Давайте смотреть вместе. А здесь нет, 0,9720. Здесь сегодня доллар по франку растет. Я, кстати, вот этот прогноз поддерживаю. С темой снижения франка не соглашусь. Доллар канадец. 1,3035. Давайте смотреть, что на рынке. А нет, доллар не удерживается по канадцу. 1,2970. Я с этим тоже соглашусь. Нефтюшка, видимо, растет больше, чем доллар и заталкивает доллар вниз. Мы это утром уже заметили с вами. Австралийский доллар. Оля. Ура, ура, ура. Да, 0,6940 видят коллеги. Конечно, у меня проданный австралиец. Меня радуют эти циферки. 0,6940. Да, сейчас 0,6948. Ну, вблизи уже. И, кстати говоря, может быть, уже даже реализовали этот прогноз. Давайте смотреть, сколько было. 0,6945. Вот. Я надеюсь, что дальнейшее движение будет, потому что мне это нужно. Мне нужно вниз. Осталось всего 7 пипсов вниз. Сейчас 0,6947. Вот. Кто заходил раньше, конечно, стоим вниз. Но продавать сейчас или не продавать, после реализации прогноза, решать уже вам самим. Все-таки 7-8 пипсов планового заработка. С учетом того, что спред 2 пипса, это такая, ну, очень рискованная операция. Те, кто продавал австралийца, конечно, стойте. А тот, кто не продавал, я бы в рынок сейчас заходить бы не советовал. В моем понимании этот прогноз тоже уже реализован. Доллар турецкая лира 5,9770. Давайте смотреть, что по факту. Хорошо, очень сильно пробился наверх. 5,9757. 13 пипсов до реализации осталось. Тоже, я считаю, прогноз реализованным. Заходить, наверное, поздновато. Ну, а те, кто вошли, те могли заработать очень хорошо. Давайте посчитаем, сколько пипсов составляет прибыль. Напомню, у нас пятизнак 248 пипсов, друзья. Очень хороший показатель для одного дня работы. По четырех знаку я имею в виду. Да, слушайте, свейцарцы прямо очень точно фиксируют движения по доллару в рецкой лире и советую всем на них смотреть и ориентироваться. ТАКС 13,490. Для меня сегодня самая непонятная пара. Но она снижается, не пошла наверх. Поэтому советую вообще не трогать эту пару инструментов. СНП-500 видят вниз, коллеги, 3220. Давайте смотреть. Здесь, да, здесь очень, мне кажется, интересно поторговать вниз. Да, уже большой путь пройден. 3220 уже было, кстати говоря. Уже прогноз реализован. Ударили, кстати, в эту отметку ровненько. И даже небольшой уже отскок идет. Сейчас 3223. Три пункта вверх. Но, мне кажется, потенциал не исчерпан. Хотя прогноз свисток банка уже реализован. Сегодня, кстати, обратите внимание. Больше половины прогнозов, которые мы обсуждаем, уже реализованы. Так вот, несмотря на это, на мой взгляд, целью 3192 остается. И, на мой взгляд... Сейчас, коллеги, одну секундочку. Мой личный прогноз, продолжение движения вниз, вполне себе вероятно. Я не думаю, что Трамп остановится на достигнутом. И 3192, я думаю, что мы не сегодня, а так в понедельник увидим. Будет ли резкий откат? Вот по фонде как-то сомневаюсь. Потому что иранцы пообещали ответ за убийство генерала Сулеймани. Американцы, естественно, тоже в долгу не останутся. Так, слово за слово. И набьют друг к другу морду, друзья. Вижу, вижу, S&P 500 ниже. Ну, а прогноз напомню, свисход банка реализован на 100%. Золото видят наверх на 1,550. Давайте смотреть, куда золото движется по факту. 1,545 в моменте. Да, да, вполне можно постоять. Золото демонстрирует блестящий рост, коллеги. Рост за сегодняшний день составил 1 доллар 78 цент. Так, подождите. Нет, не 1 доллар. 17 долларов. Правильно? Да, 17 долларов. Семьдесят центов. Может и пройти еще дальше, до 15... Что раз, какая там отметочка была? 15,50. Да, 5 баксов еще пройти в течение дня, да запросто. Так же, как нефть можно ждать ниже... Ой, сори, выше. Так же, как СНП-500 ждать ниже, по тем же основаниям ждать наверх золото, еще 5 баксов. Ну, уже даже 4, уже 15,46 у нас на глазах состоялось. И посмотрите, как летит стремительно золото наверх. А нас, Святослав, еще сколько, 2 часа назад предупредил, что надо в золото заходить, иначе она стрельнет без нас. Так что спасибо, Святослав СПБ, кто вас послушал. Тот сейчас в шоколаде. Вот, это движение, да, 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 стремительно идет наверх. В нем можно постоять. Замечательно. Далее, коллеги, серебро. 18,37 ждут уровня, достаточно высокого. Давайте смотреть серебро. Достигли ли мы этого показателя или нет? 18,25. Нет, не достигли, несколько откатили. Как-то серебро выглядит более вялым, менее склонным к росту. Так что тут по серебру самостоятельно решите. На мой взгляд, постоять можно. Тренд не сломан. То, что серебро менее пошло активно, чем золото, ну, тут, может быть, самые разные причины присутствуют. На мой взгляд, вполне, вполне можно постоять по серебру наверх тоже. До отметки 18,37. И сарая нет, друзья. 64,40 видят коллеги. Вернее, коллеги сегодня утром. По факту было 63,80. Еще не добили. Ну, давайте посмотрим часовой график. Да, все это можем, на этот добой мы можем вполне запросто пойти. На 64,40. То есть еще доллар от текущих вполне. С такой динамикой, с таким направлением, с таким развитием событий. Поэтому, коллеги, по этому прогнозу я также остаюсь оптимистом. И это может быть один из прогнозов, в который не поздно еще заходить. Который еще не реализован. И, кстати, не так и много таких прогнозов. Поэтому, коллеги, подводя общий итог эфиру, обзор рынков Свискод, можно сказать, что, как мы ожидали утром, и как это ожидали в 7.30 утра сегодня специалисты Свискодбанка, стратегическое направление развития в ситуации обострения на Ближнем Востоке и в Ливии, кстати говоря, куда Турция готовится вести свои войска, что резко обострит международную обстановку в районе Ближнего Востока и Северной Африки. Так вот, а это все нефтегазоносные регионы. Так вот, в этой ситуации совершенно очевидно. Нефть будет расти, доллар будет расти, на мировых конфликтах он всегда растет. И золото также можно ожидать хорошего роста. Вот, и вот эти три инструмента надо рассматривать на покупку. Что продавать относительно доллара растущего, еврик, фунт или турецкую лиру, решайте сами. На мой взгляд, лидер совершенно однозначно, это турецкая лира. Потому что турки поссорятся, могут поссориться с Америкой не только на Ближнем Востоке, но и в Ливии, они вводят войска в зону, где полно американских войск. Поэтому, на мой взгляд, для меня выбор номер один – покупка нефти. Выбор номер два – покупка доллара турецкой лиры. Выбор номер три – золото. Почему золото, выбор номер три? Знаете, оно настолько коварное, оно уже столько людей повыносило, что я его просто боюсь. Золото может развернуться просто на полшаги. Наверное, один из самых манипулируемых инструментов. То есть нефть и доллар могут продолжать расти, конфликт может расти, а золото ни с того ни сего. Бог развернется, и все. Будьте к этому готовы. Но это не значит, что его не надо покупать. Напротив, оно очень выгодно, на нем хорошо зарабатывает. Но будьте бдительны. Поэтому для меня это выбор номер три в плане консервативного стремления отойти от чрезмерного риска. Ну, а для вас какой-то выбор решайте сами. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения. Продолжение следует...